Единый налог на вмененный доход среди малого бизнеса в Кировской области, в том числе, это был очень популярный налоговый режим, потому что затраты на ведение бухучета минимальны, очень удобные ставки, очень удобно работать на нем именно малым предприятиям. К сожалению, налоговый режим этот временный и с нового года ряд предприятий, прежде всего, это малые аптечные сети, прежде всего, это малые торговые предприятия, которые занимаются торговлей обувью, они с этого налогового режима уходят. Мы общались с большим количеством предпринимателей, они оценивают рост нагрузки от 2,5 до 5 раз. Это очень серьезно, это не 2,5%, это именно разы. И мы понимаем, что если сегодня мы не предпринимаем никаких действий, чтобы их поддержать, то они заплатят большие налоги, но после этого они свою деятельность прекратят. Мы совместно с правительством области, с губернатором, с моими коллегами, депутатами ЗАГС Собрания, Федором Киселевым, Равилем Нургалеевым, Владимиром Яговкиным, внесли и разработали проект закона, который устанавливает на год для обувщиков, для тех, кто занимается торговыми лекарствами, а это, прежде всего, малые аптечные сети, льготные налоговые ставки. То есть вместо 6%, которое им по упрощенке пришлось бы платить после перехода с ЕНВД, мы предлагаем платить максимум 4%, вместо 15% по системе доход минус расход, мы предлагаем установить льготные ставки 7,5%. Это позволит им не просто продержаться этот сложный период, но перевооружиться, продолжать работу дальше, а самое главное не допустить, чтобы на рынок труда попали работники этих предприятий и чтобы выросли цены на лекарства и обувь. Отдельно делаем акцент на том, что принимая закон в марте, мы распространяем его действие назад во времени, с 1 января 2020 года. То есть за первый квартал, собственно говоря, уже будут льготные ставки действовать и налоги будут платиться по льготным ставкам.